В эфире итоговый выпуск Панорамы. Денис Придонов в студии. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Ленск затянуло дымом из-за пожара в Палёкминском районе. В мирном при посадке у грузового самолета сломалось шасси. Впервые в Якутии прошел федеральный форум «Сообщество». Спортивная площадка на Заречной почти готова. А теперь к новостям, на которых мы остановимся более подробно. Вышка на высоте. В районе поселка Березовый и Дач на 13-м километре появилась сотовая связь. Рассказываем, кто и для чего возвел базовую станцию. Первый раз в медкласс. Старшеклассники Мирного смогут учиться медицине в одну из школ. Дёготь и Ванилин. Жители Алмазной столицы поделились, чем спасаются от внезапного августовского нашествия Машки. Жители поселка Березовый и Мирненские дачники на 13-м километре теперь могут звонить по мобильному телефону. Это касается абонентов сотового оператора МТС. Связь на этих участках на этой неделе появилась благодаря базовой станции, которую в производственных целях Алроса установила на сортировочном комплексе Мирненско-Нюрбинского ГОКа. За работой техники операторы наблюдают в городе удаленно, поэтому возникла необходимость провести сотовую связь. За счет того, что мы выбрали для установки оборудования самую высокую точку, мы ожидаем, что расчетное покрытие голосовой связью позволит обеспечить и наши социальные территории. Это поселок Березовый и дачный поселок на 13-м километре. Пока речь об интернет-соединении не идет. Связь распространяется только на голосовое сообщение, то есть звонки. Но по инициативе отдела цифровизации Алроса в план оператора МТС включили строительство отдельной базовой станции, чтобы на данных участках появилась связь стандартов 3G и LTE. Продолжаем. Мирненские коммунальщики начнут пылесосить улицы с помощью чистодора. Подметально-уборочная машина умеет собирать пыль, гравий, песок и снег. Техника, как пылесос, подбирает мусор и грузит в кузов. Также чистодор может подметать улицы щетками. Пыльно при этом не будет благодаря встроенному распылителю воды. Чудо-технику в автопарке предприятия «Коммунальщик» во время ревизии обнаружил мэр Мирного Алексей Танких. Об этом он рассказал в своем телеграмме. Глава города поручил работникам срочно восстановить машину и запустить ее в работу с 14 августа. И к темам производства. В 2024 году в Мирненско-Нюрбинском ГОКе планируют вместе с алмазами добывать золото. Извлекать его будут из алмазоносных россыпей, реки и релях. Сегодня геологи Вилюйской экспедиции ведут изыскательские геологоразведочные работы. Они уже поставили на баланс 43 килограмма драгоценного металла. Первую золотую находку в Мирном обнаружили три года назад. По решению руководства Алроса на участках КСА-1 и КСА-2 запустили наклонные шлезы. Установка выглядит как большой ящик с несколькими отсеками. В них находятся коврики с покрытием, через которые пропускают хвосты. В них и содержится золото. После того, как мы коврики эти снимаем, уже направляем на доводнические операции, которые проводим в концентрационных столах. Ну, тоже методом гравитации. Значит, все золото, которое на ковриках осаждается, оно выходит в шлиф концентрационного стола. На столе под водой четко видна дорожка из золота. Ее и отправят на дополнительные исследования. Полученные продукты геологоразведочных работ будут анализироваться. Сегодня геологи ждут протокол из Роснедра, чтобы утвердить наличие запасов и внести изменения в лицензию Алроса для попутной добычи золота Мирненско-Нюрбинским ГОКом. При этом алмазодобыча останется основной деятельностью. Одно из старейших производственных зданий Мирного, третью обогатительную фабрику, ждет обновление. Подрядчики меняют стеновые панели. Обшивка из базальтового волокна не боится огня и сохраняет тепло внутри помещения круглый год. В такие же панели одевают фабрики северных площадок Удачного и Айхала. Цвет для Мирненской выбирал коллектив. На каком оттенке остановились, знает Вадим Ахмадулин. Осталось меньше месяца до прихода осени, а вместе с ней дождей, слякоти и, возможно, снега. В Якутии к суровым холодам всегда готовятся заранее. Это касается и зданий. Пока погода позволяет, третью обогатительную фабрику Мирного переодевают в новые стеновые панели. На время здания пришлось раздеть. Строители демонтировали стеновые панели, которые защищали предприятие от холода почти 40 лет. В 1986 году внешний вид фабрики мало кого интересовал, поэтому одна из визитных карточек Мирного оставалась невзрачной. Зато в этот раз цвет строя материалов выбирали всем коллективам. Фабрика станет серо-голубой. В стадии разработки было много споров, какой цвет выбрать. И для того, чтобы исключить эти споры, то есть было три цвета. Был оранжевый, зеленый, бирюзовый и серо-голубой. Данные проекты разместили на отметках фабрики и запустили голосование по выбору цвета проектных решений. Предстоящий ремонт – довольно длительное и дорогое удовольствие. Но перемены фабрики нужны. Во главе угла – промышленная безопасность, а обновленный внешний вид – приятный бонус. Фабрика уже давно. Она у нас старушка, так скажем, тепловой контур. Плюс внешний вид – это само собой. Замена панелей фабрики приведет к улучшению эстетического вида. То есть культура производства складывается из эстетики в том числе. Чтобы полностью обшить третью фабрику, понадобится несколько летних сезонов. В этом году подрядчики заменят панели на площади более 3000 квадратов. Такое же обновление ждет и фабрики северных площадок. 14-ю фабрику в Айхале переодевают в наряд молочного оттенка. Стеновые панели из базальтового волокна – своего рода шуба. Огнеустойчивая, звукоизолирующая и сохраняющая тепло. В процессе длительной эксплуатации старые панели с минерализованной ватой потеряли свою функцию теплоизоляции, в результате чего начали промерзать, и температуры в цеху начали понижаться. Для улучшения микроклимата в цеху и сохранения температурного режима, так и защиты от ветра, производится замена стеновых панелей. Изменят и облик удачницкой обогадительной фабрики. Там заменят 7,5 тысяч квадратов панелей, а также оконные блоки. Вадим Ахмадулин, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Якутия простилась с Михаилом Николаевым. Первый президент Республики Саха ушел из жизни 4 августа на 1986 году. Глава Якутии Сан-Николаев встретил в аэропорту Якутска самолет из Москвы с телом Михаила Ефимовича. 7 августа в Государственном театре оперы и балета шла церемония прощания, на которую пришли руководители республики и жители Якутии. За годы президентства Михаила Николаева провозгласили декларацию о государственном суверенитете республики. В Якутии приняли новую конституцию. Михаил Ефимович – настоящий лидер. Он был способен заглянуть далеко вперед. Его умение мыслить на перспективу позволило сохранить наследие алмаздобывающей отрасли России и развить мировой масштаб компании «Алроса», сказал генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев и выразил соболезнования всем близким и родным. Михаила Николаевича похоронили 8 августа на родной Актемской земле. Нефтяники тем временем выпустили около 330 тысяч личинок пеледи в ручее Аннях в Мирненском районе. Вес одной личинки из Чернышевского рыбзавода – 0,005 грамма. Скоро все они окажутся в естественной среде обитания. Живую икру получали в Вилюйском водохранилище. Путем взвешивания мы уже знаем навеску штучную и определяем, сколько нам надо в граммах, килограммах выпустить. После взвешивания мальков помещают в пакеты с кислородом. В них малышам ничего не грозит при перевозке до места зарыбления. Для выпуска выбрали максимально подходящее по температурному режиму и глубине место. Из ручья Аннях молоть распространяется по всему Вилюйскому водохранилищу. Тем самым сохраняется ее популяция. В первой школе Мирного будут обучать медицинскому делу с этого года. Заявки на поступление в медкласс сегодня подали 17 старшеклассников. Осталось 8 мест. В этом классе преподавание химии и биологии будет вестись на углубленном уровне по профильным учебным программам. Кроме этого, учебный план 10-го медицинского класса предусматривает введение специальных курсов медицинской тематики. Таких как, например, введение в медицину, медицинские манипуляции, оказание первой медицинской помощи, основы практической медицины. Преподаватели медицинского класса – сотрудники Мирненского медколледжа. После окончания профильного класса выпускник получит аттестат с соответствующим примечанием. Помимо профильного класса, в этом году в школе откроют точку роста. Образовательный центр предложит детям три направления – биология, физика и химия. Знание биологии понадобится и энтомологам, специалистам по насекомым. К этим ученым на этой неделе пришлось обратиться редакция «Алмазного края». Мирный столкнулся с нашествием мошки. Жители жалуются на надоедливых насекомых не случайно. По словам экспертов, за минуту человека может атаковать сразу 400 мошек. Так откуда на улицах и в квартирах «Алмазной столицы» взялось столько кровососущих, разбиралась Анна Брущенкова. Москитная сетка отлично защищает лицо от комаров, оводов и мошек. На природе ей нет равных. Резиночка плотно прилегает к шее, и насекомое не может пробраться. Только вот на природу я не собираюсь, и так приходится ходить по городу. И даже иногда сидеть в офисе. С начала недели мирненцев одолели мошки. Мошка на окнах и стенах уже как деталь интерьера в домах мирненцев. Москитов не пугает высота, залетают и на пятый этаж. А сколько их летает на улице, и представить сложно. Очень много мошки, вообще мешает реально передвигаться, просто невозможно останавливаться. Даже на светофорах стоит, тебе облепляет просто все лицо, все чешется, уже не знаешь, чем спасаться. Мошка это прямо вот в глаз прямо, ладно, навстречу мне женщина шла. И я как раз пошла и чистенький ей платочек беленький взяла. Говорю, женщина, она скрутила и мне вытащила из глаза. Последние несколько лет такого количества мошки мирненцы не наблюдали, и поэтому нынешний август удивляет, в чем же причина нашествия. По словам Надежды Потаповой, старшего научного сотрудника Института биологических проблем, мошки активизировались из-за лесных пожаров в республике. В дыму насекомым некомфортно, они вылетают в город на чистый воздух. А ученые из лаборатории арахноэнтомологии якутского НИИ называют другую причину. Ежегодно к августу выплат покидает реку Лену. Причиной, тем не менее, можно назвать локальные, какие-то местные микроизменения погодных условий. Это включает температуру, влажность, атмосферная составляющая, которая меняется от ветра, от задымленности. И это все вкупе может временно заставлять насекомых скучиваться. Вытравить всю мошку из города невозможно, а химикаты, по словам жителей, на насекомых практически не действуют. Но способы защитить себя все же есть. Ванилин. На комарнике в виде шапки, сирки. Дегтем. Дегтем? Да. Часто мажетесь? Нет, но это из народных старых средств. Уксус. Все? Прям уксусом мазаться или разводить? Ну, наверное, разводить, конечно. Отправляясь на улицу, стоит надевать плотную одежду, которая максимально закроет участки тела. В жару это непросто, но что поделать, придется выбирать. Подытожим. Несколько советов, как спастись от мошки. Первое – это купить репелленты в магазине. Второе – развести ванилин с водой. Одна чайная ложка на стакан воды. Мажете тело и перед сном смываете. Также можно развести уксус. Ну и, наверное, приобрести москитную сетку. По словам якутских экологов, мошкара будет надоедать до сентября. Так что держимся. Анна Брущенкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Пока вы смотрели этот выпуск, мошкара залетела даже в студию. Но ничего страшного. Мы, люди, как говорится, привыкшие, особенно когда есть под рукой лишний репеллент. Ну и в этот же самый момент съемочные группы «Алмазного края» добывали очередную порцию новостей. И всегда можно прочитать на нашем сайте и в соцсетях медиакомпании. Поделиться новостью вы можете и сами, отсканировав QR-код на экране. Вы попадете в чат-бот Телеграма, в котором можно написать волнующие вас темы. И пусть вас не кусает никакая мошкара.